Чтобы выйти на сцену в финале конкурса, девушкам предстояло пройти отборочный этап на своем предприятии. За корону победительницы конкурса «Краса завода» боролись сотрудницы АО «Государственный Рязанский приборный завод», ПАО «Завод Красное Знамя», АО «Рязанский радиозавод», АО «Триста шестьдесят авиационный ремонтный завод» и АО «РКБ «Глобус». Сегодня для девушек предусмотрено пять конкурсных испытаний. Это видеопрезентация, это коллективный танец, это творческий номер, это интеллектуальный конкурс и, конечно же, ставший традиционным дефиле в вечернем платье. Предусмотрены мастер-классы, репетиции, с девчонками занимались профессиональные хореографы, профессиональные дизайнеры и так далее. То есть работа была проведена очень большая, конечно, чтобы выйти сегодня на сцену. Конкурс творчества «Красоты и грации. Краса завода» проводится в одиннадцатый раз. Организатором традиционно выступает «Государственный Рязанский приборный завод», входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии». Изначально конкурс проводился внутри предприятия, среди работниц завода. Спустя шесть лет у организаторов родилась идея привлечь конкурс у молодежи других промышленных предприятий «Рязани». Так «Краса завода» стала конкурсом регионального масштаба. Оценивала конкурсанта к жюри, в состав которого вошли представители предприятий и областной профсоюзной организации российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Я предлагаю конкурс открыть. Жюри пожелать мудрости и объективности участницам успешного выступления. Светлана Звягина в конкурсе хотела поучаствовать давно. Говорит, главная ее мотивация – побороть неуверенность в себе. Она всегда хотела петь, поэтому на внутренних отборочных конкурсах свою мечту исполнила, а к финалу подготовила танец. Сегодня тоже очень удотворно я готовилась. Уже совсем не петь, а уже танцевать училась. Надеюсь, научилась. Тоже мечта была моя – летать хотела на сцене. Я настраиваю музыку. Я послушала с утра музыку такую энергичную, скажем так, цирковую, которая вот на драйв такой настраивает. Поэтому сейчас уже все готово. Праздничная атмосфера, конкурсные испытания и поддержка зрителей – для участниц все пролетело на одном дыхании. В этом году, как признались члены жюри, выбирать победительницу было особенно сложно. Все участницы показали себя очень хорошо. Финалисткой конкурса стала Ирина Мельшина, сотрудница завода «Красное знамя». Призы в разных номинациях и подарки от спонсоров получили все финалистки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».